Добро пожаловать в сказку! Новый год южноуральская столица встречает во всем блеске. Челябинск засиял как никогда. В мегаполисе впервые за долгие годы обновили иллюминацию и установили оригинальные световые фигуры. Причем яркие инсталляции есть теперь в каждом районе. Освещение появилось и вдоль основных магистралей, на площади Революции и на пешеходной Кировке. Мы прогулялись по Челябинску и сегодня расскажем вам о самых красочных местах. Разработкой концепции новогоднего оформления команда администрации занималась с июня. А результат этой работы можно было оценить уже в декабре. На Алом Поле установили елку из светящихся шаров. На театральной площади зажгли люстру. На площади Революции использовали новую иллюминацию. На Кировке включили светомузыкальный тоннель. А возле Юргу студенты теперь гуляют по яркому коридору из новогодних гирлянд. Очень красиво. Очень красиво все оформлено. Мы идем на работу, аж радуемся немного. Вчера день уже. Расглядывали, разглядывали, очень красиво. Все замечательно. На работу прям, да, глаз радуется. На работу с настроением идем. Неординарно выглядит, ну, тем более скверк на площадку. Красиво очень. Можно сфотографироваться красиво. Ну, с детьми можно даже прийти. Показать. Пампочки нравятся красивые. Елочка нравится. Все нравится. Чувствуется Новый год. Идешь по скверу и создается праздничное настроение. Иллюминация нравится. Очень красиво все. Сразу праздничное настроение и все прочее. Очень красиво. Молодцы. В городских парках и скверах для чулябинцев тоже придумали много интересного. Например, сквер на Тернопольской перед праздниками превратился в настоящий европейский уголок. Гулять здесь одно удовольствие. Не остались без внимания в этом году скверы. Это не только ландшафтно-архитектурная подсветка, допустим, деревьев. В данном случае мы находимся с вами на Тернопольской. Очень красивая подсветка елей. Это достаточно фактурное дерево, которое действительно очень хорошо смотрится ночью с подсветкой. Очень большое количество так называемых световых тоннелей на бульваре Ленина, также на Тернопольской. Такой же световой тоннель будет у нас на всеми любимой обкомовке в городском обороте. Все объекты делались в единой концепции архитектурной подсветки, которую разрабатывали специалисты. Основной акцент сделан, конечно же, на уличное освещение, консоли на столбах и перетяжке. В этом году в городе также появились новые инсталляции и фотозоны. Причем снимки здесь можно сделать абсолютно бесплатно. Световые инсталляции, новогодние инсталляции, они будут у нас здесь на Тернопольской. На бульваре Ленина уже установлены так называемые дизайнерские торшеры. На набережной, которая тоже полюбилась жителям, будут подвесные качели, тоже с такой светодиодной подсветочкой, интерактивной. Она будет постоянно меняться. Это, соответственно, действительно очень такое большое количество световых инсталляций, которые уже нравятся жителям. Они действительно фотографируются, выкладывают там в Инстаграм, в своих сетях. И это действительно очень такая хорошая вещь, которая создает настроение. Создать новогоднее настроение и порадовать жителей новыми креативными идеями получилось и у местных предпринимателей. Новогодние огни большого города засияли возле магазинов, банков и ресторанов. Бизнесмены превратили новогоднюю иллюминацию в настоящие арт-объекты. Я хотел бы, кстати, вот пользуясь случаем, поблагодарить предпринимателей, потому что мы постоянно обращаемся, а некоторые даже без всяких там обращений от властей уже традиционно много лет занимаются освещением там или благоустройством своих входных групп, так называемых экстерьеров. И, безусловно, не только занимаются благоустройством, допустим, там или освещением своих объектов, но в том числе некоторые крупные организации, например, у нас уже традиционно четвертый год ставят две больших елки на центральных улицах, одни из крупнейших банков. Здесь, на Тернопольской, уже люди фотографируются и видно, поставили такую очень небольшую, но такую красивую декоративную елочку. Соответственно, да, предприниматели тоже принимают самое активное участие в этом. Объекты по объему, по освещению, они очень разные, но самое главное, люди относятся к этому очень с ответственностью, с душой и действительно становятся достаточно красиво. А происходит последнее приготовление вот этого нашего чудесного, я не знаю, как это назвать, даже леса, что ли. Сейчас зажгем иллюминацию, сами убедитесь, все, люди, прям только зажигаем иллюминацию, дети, детвора с мамашами бегут сюда, сейчас все увидите. Люди вообще с других городов даже бывают, приезжают, которые идут сюда, вот у нас второй год, это, я не знаю, как это назвать, такая сценическая, какая-то фотозона, да. Поэтому только одни улыбки, поэтому для этого и делаем. Ну, чтобы людям радость, наверное, к Новому году, у нас и так хватает в этом году особенно, а тут приятно же, красиво. Сейчас включим, все увидите сами. Это красивая фотография на память на долгое-долгое время. Ну и вообще, фотографироваться приятно на красивом фоне. Побольше бы фотозон, сразу чувствуется праздник. А то в это нелегкое для нас время, каждая мелочь приятна, особенно вот такая. В середине декабря на площади революции открыли главный ледовый городок. В этом году елку окружили многочисленные скульптуры и горки. Главной темой стал космос. Горожан встречают инопланетянин, луноход, необычные горки и лабиринты звезд. Кроме развлечений, рядом с городком на ярмарке челябинцы найдут новогодние сувениры, горячий чай и сладости. Архитекторам и скульпторам была поставлена сложная задача – организовать культурное пространство с игровыми и познавательными элементами. И, кажется, им это удалось. Изюминкой ледового городка в этом году – это все-таки у нас подсветка всего ледового городка. В этом году мы заложили сюда наибольшее количество денежных средств, чем было это ранее. То есть понятно, что лед идет в приоритете, но мы посмотрели, чтобы все-таки это все горело красиво, чтобы это красочно все было. Потому что у нас, как вы видите, на территории всего города у нас яркая везде иллюминация. Здорово, что здесь сделали в сквере, да, глава советского района поработал, сделал очень красивую подсветку. Кировка у нас также сияет. И, конечно, мы посмотрели, чтобы у нас ледовый городок тоже был как в центре, да, между двух улиц, чтобы это все было красиво. Причем подобную сказку организовали в каждом районе. Например, в Ленинском традиционная площадка расположилась рядом с кинотеатром «Аврора». Она не очень большая, но зато очень уютная. А чтобы народ не толпился в одном месте, горки установили еще и в сквере семьи. После обновления эта территория стала местом притяжения южноуральцев. В канун праздников площадь и сцену украсили яркими огнями, а в самом центре появилась роскошная фотозона. В этом году мы решили порадовать жителей Ленинского района. И в каждом сквере, который благоустроен за последние годы, мы решили сделать небольшую ледовую площадку, в которой будет фигура Деда Мороза со снегурочкой, ледовая горка и обязательно новогодняя иллюминация. Сейчас мы находимся в семейном сквере на Пуду Девичьей Слезы, где уже размещена вся новогодняя иллюминация. Появилась шикарная фотозона, украшение нашей площадки для проведения мероприятий. Я думаю, что получилось очень интересное оформление новогоднее. По крайней мере, мы от жителей получаем славу и благодарность за то, что зимой преобразился наш сквер. И это не единственный сквер, где можно хорошо отдохнуть. В Челябинске появилось еще одно модное место, где можно сделать красивые фотографии и удивить подписчиков в соцсетях. На обновленной набережной озера Смолина установили светящиеся качели. Конечно, изюминкой новой набережной должно было стать новогодняя иллюминация. Я благодарен главному архитектору города Павлу Крутолапову, который разработал идею. Это и болтлайт, вот та иллюминация, которая между опорами освещения и оформлением перголы, но и самое главное – светящиеся качели. Нам удалось достаточно оперативно все это реализовать. Ну и сегодня, на мой взгляд, это самое востребованное место на территории Ленинского района. Мы видим практически очереди ребятишек, которые хотят покачаться на ярких светящихся качелях, сделать фотографии и просто прогуляться по чудесной набережной. Теперь каждый вечер на набережной Смолина – настоящий аншлаг. Детей отсюда просто не утащить. На качели выстраиваются очереди. Малыши готовы кататься весь день. Дочь просто заметила красивую иллюминацию и просила заехать сюда. Ну вот выделили сегодня время и переехали. Все очень нравится, все красиво, конечно, по сравнению с тем, что было и то, что сейчас, это большая разница. Конечно, отличается от привычного нам вида качелей тем, что они подсвечиваются, форма у них необычная. Детям нравится, эргономично так все, футуистично даже, я бы сказала. Качели я сама каталась уже, бабушка старенькая, но ничего мне не понравились. Только для меня, конечно, низковато, но для ребятишек, я думаю, вполне. Очень все эффектно освещено, стало много народу. Ребятишки, видите, катаются, им очень нравится. Очередь уже очень довольны, хоть есть куда пойти. Не надо далеко, мы прямо на берегу, может сказать, живем. Очень нравится, большая благодарность администрации города, что все это сделали. Пришли первый раз в восторге. Приятно приходить сюда. Очень стало приятно, очень красиво все. Чтобы сохранить всю эту красоту, на протяжении всей набережной установили видеокамеры. Горожан призывают бережно относиться к украшениям и не ломать ни иллюминацию, ни качели. Реализован проект видеомониторинга за состоянием набережной. 18 очень хороших видеокамер размещено по всей протяженности набережной озера Смолина. Я надеюсь, что с их помощью, ну и с помощью доброго отношения жителей к этой территории, нам удастся избежать вандализма. Впрочем, несмотря на все предостережения, хулиганы все равно нашлись. На пересечении дороги Меридиана и улицы Дзержинского разбили 9 светильников. А на ЧМЗ неизвестные похитили гирлянды с елки возле ДК «Импульс». К счастью, с другой стороны, комитет дорожного хозяйства очень оперативно отреагировали и ее восстановили буквально за несколько дней. Но не хотелось бы, конечно, чтобы это продолжалось и дальше. Поэтому сейчас мы думаем, здесь будут установлены также камеры видеонаблюдения для подстраховки, чтобы исключить вот эти вот все, скажем так, самовольные разрушения, то, что строится для всех людей. Ну, такие случаи бывают. Снимают, воруют вот эти плафоны, то есть, как бы, да, все, шнуры обрывают, да, и елочка потом не горит. Елка искусственная, и ветки бывает, что обрывают. То есть, ну, разные ситуации. Народ ни в чем себе не отказывает. Ну, слава богу, не все такие, да, очень многие с любовью и с пониманием относятся, да, понимают, что это все для них, для наших детей самое главное, да. Ну, хотелось бы, чтобы люди более, как сказать, неравнодушно к этому относились. И если замечают какие-то акты вандализма, конечно, сообщали и нам в администрацию, и в отдел полиции. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей. Преступников ищет полиция. После этого в администрации сразу же скорректировали графики работы монтажных и ремонтных бригад. По новым объектам иллюминации просьба вот не только установили, но и установить контроль за тем, как они работают. То есть есть уже и новые объекты, где перегорели какие-то лампочки, либо не горят, либо не отрегулированы. Поэтому все вот эти работы нужно закончить в ближайшие 2-3 дня и на самотек не оставлять. То есть закрепить людей, которые будут ходить и проверять у вас эти объекты, эти пространства, где находятся, для того, чтобы своевременно либо производить замену, либо следить даже за тем, что портят и вредят. Есть у нас такие жители, которые все-таки наносят вред этому имуществу, поэтому своевременно выявлять, заменять и сообщать. Так, и там, где была старая иллюминация, где объекты старой иллюминации, есть неработающие. Мы уже с Максимом Николаевичем проговорили эти вопросы. То есть вся неработающую иллюминацию нужно заменить, отремонтировать и вернуть на место. То есть снять, отправить на ремонт и потом вывезти обратно. Этой зимой Челябинск действительно превратился в волшебную страну. После того, как город украсили тысячи праздничных огней, у южноуральцев появилось новогоднее настроение. Начались приятные хлопоты. Покупка подарков, гирлянд и нарядов. Праздничная суета до сих пор царит и в магазинах, и на улицах мегаполиса. Новогодние огни большого города засияли. Столица Южного Урала празднует Новый год. И даже после того, как каникулы закончатся, ледовые городки и яркие инсталляции еще долго будут радовать горожан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова